Всем привет дорогие друзья, с вами как обычно Вуди, сегодня без энтера, не получилось у нас к сожалению состыковаться в выходные, поэтому пишу я один сейчас, ну надеюсь что будет и так норм В общем то покажу вначале ваку-3, потом cpm и перейдем к демкам, это у нас финальный раунд, кстати говоря, ой точнее не финальный, а третий, привет, последний раунд summer cup, который проходит на dfcoms.ru, это будет последний кап, который проходит на dfcoms, дальше будут все турниры проходить на dfcoms.ru с торжественным, так сказать, открытием В общем то первое, что у нас есть это tr, который стартаймер находится примерно у нас посередине, здесь вот, так как карта старая раньше как бы Что? Что? А как я выжил? Пол, окей Раньше в общем то не делали Вейтов на триггер, ничего такого не делали, поэтому Возможен тр, в общем давайте пойдем В ваку-3 достаточно простые пады, я не думаю что у кого-то с этими падами были проблемы И тут у нас есть две рампы И в ваку-3 очевидно нужно использовать Конечно же джемпады Сразу скажу про все джемпады подобного типа Что Нужно пытаться вставать Попадать именно на ближний к вам край Чтобы успевать набрать скорость Потому что если вы будете прыгать на дальний край То вы будете очень много терять Так как будете Скорость, которую могли бы набирать заранее Будете набирать в стену То есть точнее не будете набирать И за счет этого у вас будет большой минус Так что все джемпады Нужно было стараться Пусть даже где-то пешком немножко пройтись До края Но лучше пройтись немножко пешком И потом набрать сразу хорошую скорость Чем Врезаться в стену И не набирать скорость вообще В общем то пойдем дальше Здесь у нас ничего Просто лежит туманчик Ни телепортов, ни кидов Здесь у нас точно такая же область Еще две рампы И еще один джемпад Который нас кидает наверх Выходим в другую комнату А я сейчас подумал А с даблджампа нельзя Сюда сразу залететь Ну ладно Из телепорта если даблджамп делать 48 высота Сколько высота даблджампа 144 Ну ладно В общем Значит прыгаем здесь по паддикам По паддикам Здесь роуты тоже могут быть самыми разными Прыгаем тихонечко здесь Чтобы не упасть Все это дело пропрыгиваем Здесь благо маппер нам положил клип И мы туда провалиться не можем Так что эти штуки нам не мешают И заходим в самый интересный телепорт Для цпм И Тут у нас Еще много-много рамп и очередной джемпад Прыгаем на джемпад И Собственно Вот кстати как раз Это самое место в котором Попадать на краешек Очень даже хорошо Потому что Если вы будете попадать Сюда на К стене То вам придется встать Делать серку И потом дальше прыгать Но Если вы попадете на край То набирая скорость Можно Сразу прыгать Я сейчас словил Оп конечно Я забыл оба Выключить Я думаю это Страшно Вот То есть мы можем Сразу вот так пропрыгать Далее Мы можем либо упасть В телепорт Который нас перенаправит Сюда Либо упасть Сразу на ту сторону Но можно и так и так делать Волшебные двери Которые многие Раздражали И Самая интересная комната Для ВК3 Чем она Интересна Тем что есть Джемпад Соответственно И есть ступеньки По которым тоже Можно Очень быстро Ну относительно быстро Пропрыгать В этом Вся суть Подробнее Мы Прямо Совсем подробно Увидим Я думаю В демках Плюс Я покажу Еще обязательно Демки Веспа И Декса Поэтому Во первых Не знаю Что во первых В общем то Здесь Если посмотреть Со второго Этого У нас Дистанция Z Минус 64 Ну то есть Не то чтобы Минус Минус нам не важно Нам важно 64 64 Это высота прыжка С заступом То есть Максимум Мы можем залезть На 64 Платформу Можем даже По-моему чуть выше Там Но Пусть москаль В комментариях Нам напишет Как верно Совсем Суть этого Роута в том Чтобы Набирая Здесь Примерно Около 700 Упсов Даже чуть меньше Залетать Прямо С заступом Залетать Четко На эту ступеньку Делать Точнее Даже не делать Шаг А Немножко Притормозить Чтобы не врезаться В эту ступеньку Потому что На скорости Мы не заскимем Так как Это у нас Идут Так как мы По нарастающей Вверх По высотам Прыгаем Скимить Не получится И Мы Прыгаем Значит Заступом Сюда Прямо На краешек Стараемся Прыгнуть Немножко Притормаживаем Либо Делаем шажок Либо Кнопкой Назад И Делаем Такой прыжок Который Как бы мы Получается Не залетаем На На ступеньку А как бы Наскальзываем Что ли На нее Даже вот С места Не всегда Получается То есть Там по высотам Все должно Сойтись так Что Видите Даже так Врезаюсь Хе-хе Во Во Получилось То есть Я должен Вот так же Заступить На следующую Ступеньку И с нее Здесь уже Прыгать Сюда Отсюда Туда И так далее То есть Это Это реально Очень сложно Я видел Как мучился Стронгост На стримах Это просто Такое мучение Я пытался Как-нибудь Помочь Какими-то советами Да все пытались Помочь Но Не знаю Получилось ли Посмотрим Демки Я последний результат Не видел Я только знаю Что он улучшил Прямо в последний момент Так что Это Это во-первых Похвально Человек до последнего Прямо вздоха Варкапа В последнего вздоха Карты Играет Пытается улучшить Это очень круто В общем-то Здесь у нас тоже Несколько вариантов Мы либо делаем Отсюда Серкл Туда Который тоже Является Не менее Техничным На самом деле И Не таким уж Простым Как мы можем Видеть Даже я Я вот не могу Почему У меня выглядит Так будто Это нереально Ладно Ну мы дурачки Я не Выпутришник Тем более Уж не Стрейфер Если пушки Я еще что-то могу Стрейф Это Для меня Такое В общем-то Либо По уголку Прыгаем Либо делаем Серкл С этой ступеньки И Дальше Пропрыгиваем Здесь у нас Уже финальная часть Есть две рампы Для цпм Одна Кстати говоря Тут везде Если заметить Одна рампа Более Как бы Плоская А другая Более Острая То есть Одна подкинет Выше Другая Пониже И Для чего Это сделано Не совсем Понятно Но тут Мы падаем Попадаем На телепорт И Собственно Вот И Дефраг Укап Номер Четыре От Семь Ситоки Только Очень классный Майпер Давайте я попробую Пройти разочек Просто Я эту карту В ику-3 Не играл Вообще Поэтому Если что Не серчайте А И еще Я покажу Обязательно Демку Бота На этой Карте Оп Заступил Так А тут Тоже 64 Представьте Что я Энтер И просто Я Энтер Без Читов Я думаю Примерно Так же Играет Поэтому Все В порядке А еще Важный Момент Особенно В ику-3 Ну и ЦП Это тоже Касается Я видел Мне Димон Об этом Напомнил И он Это видел На стримах У Стронгоста И Я Решил Об этом Сказать Вроде Стронгост Это Раздупляет Он Это Понимает Но Я решил Об этом Сказать Всем Мало Кто-то Не Знает Если Вы Падая На Джампад Будете Сразу Пытаться Набирать Скорость То есть Сразу Строфить Влево Право Вот так Вот У вас Скорость Будет Набираться Очень Медленно Потому Что Вы Как бы Строфить Вне Зоны Набора Скорости Поэтому И ЦП Ивку-3 Вначале Всегда В любых Случаах Хоть Какая Карта У вас Хоть Какая Ситуация Кнопкой Вперед Вы Если У вас Брасывается Каб В определенный Момент Скорость В ноль И вам Надо Заново Набирать Кнопкой Вперед И только Кнопкой Вперед Вы Набираете Быстрее Всего Скорость Вы Набираете До 320 А 320 Это Скорость Ходьбы Да У нас Скорость Бега И Потом Только Когда наберете 320 Вы Можете Начинать Набирать Потому Что Появляются Сами Видите 320 И опа Появились Зеленые Полосочки А если Мы Делаем Сразу То Видите Мы Даже Знаю Сейчас Оп Сделал Не знаю Почему Он Здесь Сделался То есть Мы Даже Перелететь Не Можем Если Сразу Жмем Так Что Имейте Ввиду Я Еще На Некоторых Видосах Об Этому Расскажу Падаю Сюда Во Почти Даже Получилось Почти Кстати Возможно Надо Просто Очень Близко К стене Делать Да Простят Меня Вы Кутришные Боги Ну Что Такое Ладно Я Просто Пишу Утром Возможно Поэтому Еще Что-то Жарко Стало У меня Сейчас Кофту Надо Как-то Снять Незаметную Для Вас Монтаж Нету Что Такое Так Все Спокойно Спокойно Проходим Тихонечко Все Здесь Строфим Здесь Тоже Интересный Момент По Спейсингу Я его К сожалению Прямо Объяснить Не смогу Но Если Вы Строфите Средне То У вас Почти В любом Случай Получается Так Что Вы Попадаете На край Сюда И Вам Приходится Делать Очень Много Пешком Шагов Чтобы Попасть На этот Край Чтобы Максимально Быстро Финишировать А Если Строфите Сильно То Как раз Получается На край А если Строфите Средне То Сюда А если Строфите Слабо То Слабо Ей Бывают Такие Бывают Спейсинги На картах От них Никуда К сожалению Не убежишь Поэтому Я надеюсь Что Просто В целом У всех Все было Хорошо Ну и Финишируем 4 минуты Давайте Перейдем В цепь Возможно Я что-то Не рассказал Но Вроде бы Все Так ЦП А ну да И в Кутре Можно Делать Приджан Как И в ЦП Но Это Не особо Важно На мой Взгляд Потому что Мы С хорошим Стрейфом Мы Так И так Сделаем Первый Сёргут 605 Все Такое В общем То Пропрыгиваем Здесь У нас Есть Вариант Либо Мы Падаем На Одну Рампу Либо На Другую Можем Падать На Другую Дальше Просто Строфим 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 И Здесь У нас Тоже Выбор Перед нами Причем Выбор Не только Спейсингов Но и Скорости Насколько Я понимаю А Подождите Она Выглядит Так Как будто Здесь В Ку-3 Надо Пропрыгивать Потому Что В ЦПМ Такие Рампы Не делают Делают Такие В Ку-3 Чтобы Вы Как бы Перед ней Прыгнули И На этой Рампе Проскользили И поднялись Сверх Но Декс Так Точно Не делал Поэтому Я думаю Что Задумка Майпера Не совсем Удалась Если Он Так Задум Так Что Пойдем Дальше Попадаем Наверное На рампу И Здесь У нас В отличие От В Ку-3 Прикольная Текстура Кстати В отличие От В Ку-3 Здесь Мы Можем Сделать Дабл Джамп И Залететь Наверх И Не Надо Нам По Кругу Это Все Пропрыгивать Так Что Мы Просто Делаем Дабл Джамп Залезаем И И И Дальше Здесь У Нас Просто Прыжками Обычно И Все Пропрыгивается Спокойненько И Вот Там Надо Было Было Сделать Сейф Поз Хорошо Так Не Знаю Пригодится Ли Мне В целом Сейф Поз Но Пусть Пусть Будет В общем С тем Телепортом Какие У нас Могут Возникнуть Трудности А Трудностей Возникнет Очень Много Потому Что Нам Нужно Поиметь Определенное Количество Скорости С Определенной Траекторией Сейвимся Сейвимся Нужно Сделать Выпрыг С Дабл Джампом Причем Такой Чтобы Забраться Вот Сюда И Здесь Сделать Уже Вот Этот Дабл Джамп Сразу На Второй Пад Ну Либо На Первый В лучшем Случае На Второй Как Это Сделать Это Сделать Не Очень Легко Потому Что Здесь У нас Высота 128 А Подождите Вот Здесь 120 По идее Вроде Для Дабл Джампа С заступом Хватает Вроде Бы Но Суть Как Раз В том Что Здесь У нас Идет Вот Так Вот Обрезана И Ну Можно Конечно По левой Стороне Идти Но По левой По моему Получается Почему То Медленнее Или А Чув Подождите Слева Тоже не такая же тема Почему Здесь Высота Такая же Страна Ну ладно Ну в общем Сюда мы можем Залететь Только С заступом И суть в том Что она вот так Обрезана По диагонали Под таким углом Что Типа если мы будем Прыгать И делать Теледжамп Как бы В ближайшую сторону Сюда Ну вот Грубо говоря В эту область Нам Вероятнее всего Не будет Хватать Скорости Мы будем Выпрыгивать Слишком слабо Для того Чтобы сюда Залететь Поэтому Нам нужно Запрыгивать Чуть-чуть Дальше Вот в эту Область Чтобы здесь Делать прыжок И здесь Уже Типа Заступать И прыгать Дальше Но Сложность В том Что Я думал А я понял Почему Потому что Здесь Высота Та же И вот Это мешается Ладно Все Я понял Ребят Все Тихо Не кричите Я эту карту Играл Совсем Чуть-чуть Не кричите Разбираемся Вместе С вами Походу Все Не надо Кричать Enter Идет Скоро Когда-нибудь И вся Сложность В общем-то В том Что Нам нужно Сделать Очень сильный Выпрыг Вправо А если Мы делаем Очень сильный Выпрыг Вправо То мы Скорее Будем Зацеплять Вот эту Фигню И До сюда Мы даже То есть Видите Я почти Даже Коленками Глажу Вот Эту Праж А если Сюда То Нам Не будет Хватать Очевидно Не знаю У меня Один раз В онлайне Получилось И то Я сам Не знаю Как То есть Вот Как-то Вот Сидишь Тренишь Полт Сейчас Немножко Зацепил Опять Зацепил Эту Браш залетел и так скользко сколько была скорость 669 димон привет 669 кубцов плюс нужная траектория и мы залетаем дальше делаем просто дабл джамп ну и продолжаем прыгать но в остальном я думаю проблема возникнуть не должно здесь мы просто делаем дабл джампы на ступеньках потом делали должен здесь и все ну то есть цпм тут достаточно все просто и залетаем на финиш вот так вот вот такие вот дела не знаю что тут еще показать на самом деле потому что стрейк есть стрейк показывает здесь особо нечего да и наверное давайте перейдем к дым у меня ничего больше не приходит а дымок много а время тянуть не хочется так раунд 3 поехали вот у нас демки вес по декса и начнем с выку 3 начнем с не переименованных дымок много их ладно сориентируемся что я забыл переименовать он а шанзи минута 07 очень много дымок если вы будете продолжать слайд столько много дымок мы будем вынуждены смотреть только по топ 20 ребят сожалению потому что времени занимает это начинает занимать очень много так интересный роут прыгает вроде бы неплохо но попал там на не тот край джампады сейчас попал на тот крайне на ближайший как и нужно circle кривой получился возможно торопиться торопиться не надо в дефраге торопиться не надо если ты торопишься и проигрываешь стронгос даже подтвердит эту теорему потому что в дуэлях тоже торопиться не надо веки так сприджампом все руку не получалось при джампом все тихонечко делать аккуратно некоторых местах конечно торопился но ничего страшного даже у меня на перебивает и посмотреть что будет по ступенькам не получилось упал на джампад да и здесь без circle естественно без этого гигантского тихонечко проходит конечко тихонечко и попадая вот как я сказал слабо прыгаешь попадаешь на джампа спрыгаешь средняя попадаешь не начал шарлот на 400 перебила шансе на думала шансе делал основной акцент на цпм как и шарлом скорее всего просто им обоим абсолютно не жалко нашего времени они хотят отправить депки просто так минута всего чё да ладно минуту в падлу что ли посмотреть да нет чем нет и не в падлу рейтинг срезать вам окну шарлом пытался вообще делать сделать теле джамп поэтому даже не знаю что сказать ну одно из первых как будто бы прохождений он карту скорее всего знает по цпм типа и за даже он даже строить их неровно абсолютно неровно но шарлом ну что-то 4 минуты сервера тут еще вредно шарлону все но и ребят не но вы тоже меня поймите я не знаю может кто-то защищает вот такие демки типа да ладно ты чё но он же отправил но он же участвует ну блин лучше не типа видно что человек может лучше в разы не то чтобы видно все знают что может лучше он занимает топ-5 бывает пмвк 3 демки и тут он такое присылает но извините меня я я бы даже не принял такую вообще демку я сказал бы ты чё парень иди-ка улучшай давай а потом бы с тобой поговорим violence the violence из узбекистана очень приятно кстати говоря очень приятно видеть новых свежих людей всем рекомендую играть пады а тоже есть фанаты дефрага всем рекомендую играть пады вот особенно в айлансу и рекомендую проконсфектировать видосы тут то реалистические так тихонечко забрался из тоже делал остановку ой еле долетел ну стрейфит как могил как могил стрейфит все хорошо серку не добрался падал сразу на другой край на джимпад и сразу пойдет до падает а неплохой стрейф но прыжок долго жмешь долго кнопку желтый уж я вот ребят вот честно я каждый раз когда делаю обзор стены либо с кем-то либо там один да я смотрю как вы прыгаете мне не все сильнее хочется скорее сделать ролик про стрейф просто чтобы вот и посмотрели все а римыч 042 на 2 секунды почти перевел очень круто что римыч принимает участие хоть и не с первого раунда но тем не менее очень приятно римычкам присоединяется римыч у нас вроде как знатный выку трикер даже видно что он сразу прям на головы 2 повыше будет но где вот он зафейлил вот это интересно так здесь все быстренько пропрыгивает здесь хоть и набирал кнопкой вперед но решил почему-то засейвится и просто серком пропрыгивать хотя там ну там спокойно пропаде вы это там несложный стрейф по идее ну просто получается да ну просто получилось что пропрыгал все вроде хорошо но медленно сервер тайм 796 минут атака в ку-3 затрачивал кто-то люто да у нас эту карту понятно понятно так я надеюсь что никого не пропущу ребят очень надеюсь у 3 гиггс перебил сразу отрыв у нас идет смотри 5 секунд поехали точнее q3 гух извини надо как enter говорит enter фигни не скажет очень долго жмешь кнопку прыжка советую тебе отучиваться от этого пока не поздно спроси ребят в чате они тебе скажут что братан отучивайся сразу если ты не отучишься тебе потом будет очень больно он использовал эту боковинку интересно и очень долго жмёт прыжок очень долго упорно не знаю как у него маус 2 там или пробел живы или нет но надеюсь что с ними и с их семьями все в порядке лунтик 58 3 лунтик играл спроки попычу так хороший стрейк немножко здесь застопорился но это бывает тоже стеркла почему-то падал телепорт врезался в двери минус уважение унтик ну и проходил походил немножко пешком чтобы попасть на нужный край джампаду на ближайший ну и в общем-то молодчик так волка ноет 58 1 волка ноет спасибо большое за 1000 рублей очень приятно куплю себе целый мешок печенек на них как-то и завещал спасибо огромное за поддержку о нифига он повернул он об этом по блин это кстати это но это рандом по моему конечно но если у него всегда так получалось почему бы и нет так здесь прыжок срезался возвышенностью и здесь нон-стопом просто да хорош хорош а здесь зачем-то делал церкл на 2-бивки выку 3 нету выпрыгав из телепорта выку 3 можно максимум что вы можете себе позволить выку 3 это типо ножичка и выходи из телепорта немножечко типа просликать там буквально пару фреймов после кваку 3 когда ничем почти не отличается от обычного стрейфа поэтому так еще хорошо бывал на джимпад очень-очень все хорошо сделал пешком вообще мало ходил целом все прошел очень круто давайте пойдем дальше миллениум так тоже почему-то делал все равно это ладно это и по роуту скорее всего них было в принципе ничего в там страшного нету это наоборот говорит о том что человек подготовился что у человека есть как бы есть голове роут есть то что есть то что он должен делать чтобы успешно пройти тот или иной участок карты так здесь без остановки хорошо так падал сразу туда двери себе под под этого так и по лесенкам тихонечко пропрыгал так здесь тоже все-все у миллениума рассчитана все хорошо как то сбоку джампада подходил не знаю чем прямо это обусловлено видимо чтобы залететь но ну да ладно так кутри лех по отношению мы берем например сбуха поэтому три лех привет 66 и 6 немножко фреймы фреймы пока что у нас идут совсем немножечко перебивает так очень быстро все пропрыгивает очень все быстро получается также без остановок прямо на самый край вообще там прыгнул без остановок и тоже упал на эту выступ кстати вот не знаю насчет этой рампы можно ли с ним версии лететь скорее всего не хватит скорости вам ребят и столько на какую-то из лесенок но это будет медленнее еще на край джампада сразу попал очень хорош хорош очень очень хорошо прошел молочи на старайся дальше старайся как говорят лучше так силе чем 56 6 сколько вас были тут поэтому сколько можно то так силе джен сервер тайм 13 минут одобряю с остановкой но зачем так хорошо все было я уж хотел начинать хвалить а ты взялась сновки 2 пошли что такое а ну то что ты как неран как неродной ну в самом деле и в конце попал на край джампада очень много очень много везде пашка потерял вытянул чисто вообще на наборе скорости как по мне и не знаю ну мог мог сделать 55 мне кажется вообще изи но к сожалению вот из-за таких небольших точнее больших ошибок сидит в 56 секундах декус на пол секундочки перебил декус жесткий тоже очень долго жмёт прыжок на самом деле даже дети за окном возмущаются если кто-то вдруг слышит неплохой граунд фрейм зацепил к сожалению эту рампочку и попал на на этот дальний край слова дальний что-то забыл на дальний край джампада попал так делать нельзя нельзя механик 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 56 и 3 плюс 200 сделал из эстония эра и механик больше по-эстонски ничего не помню но я искренне учил кнопка прыжок ладно вроде приемлемо зачем-то делал circle но это опять же для роута я так думаю для спейсинга чтобы везде все получилось я не делаю такой а а а а а и ну и хорошо пропрыгал в конце попал на нужный край джампада на ближний что-то у меня постоянно выпадают слова ближние и дальние не знаю что молодец в общем механику очень хорошо пробудил из с отрывом в целую секунду с капаламин все 5 и 3 что-то у меня уже теряется на самом деле концентрация ребят если что прошу прощения очень тяжело сколько демок конечно это еще в кудре только начался а увольте меня за работы очень хорошо здесь о как он пропрыгал ребят это просто не реально очень круто пропрыгал так так были нас остановка еще такой подругой еще все каждый парик ну здесь конечно он потерял очень много по идее а еще circle сделал на этот на выступ это тоже достаточно быстро в общем-то демка достаточно хорошая и на край джампада попал но после того как забрался наверх скорость перестал набирать вот там вот даже вот на этом участке казалось бы да он там не набирал узком ну полсекунды он там скорость не набирал на старт чисто пешком можно сказать пришел а если бы набирал у него бы возможно 50 50 и было потому что вот этого это тут настолько все четко в дэв что нужно вот прям каждую секундочку свою стараться каждый фреймик выжимать чтобы был хороший тайм все 5.0 сервис привет сервис ее обратно так пока что все очень хорошо не знаю как долго а вот и кончилось хорошо попал на дальний край джампада но тем не менее стрейфит он тем не менее очень даже хорошо поэтому а и и и и и и и и да неплохо неплохо это последнего я даже чуть залип но вот это конечно вот джампад 2 но там как-то над сервисную надо было вот пашку бы перебил сделал бы 54 вообще мы про кипа по пропустили они там вот он сейчас как раз а нет подожди какой раки поп ты давай мне тут не лезь вне очереди как это уходить забаню тебя везде надоел все 5032 пашка и за сплой x-tars при джампом в уку 3 более при джамп более рентабель потому что вы можете сделать все-таки прыжок быстрее чем вы сбудется более высокой скоростью так мы играть джампада попадал здесь пока все неплохо нет вот здесь конечно ой ну вот на этом моменте очень много потерял где-то наверно полсеки потерял нужно было как-то отточить тот момент неплохой стрейф еще и на край на везде везде хорошо везде средненько так прошел но узкополами на пока что самый лучший старт вообще просто идеальнейший старт так и карус с большим отрывом почти в секунду вся 4 3 4 4 карус такую дым не хочет ли он чтобы на его место взяли какого-нибудь зупер звучи и очень быстро и карус проходит но он по-другому ему нельзя по-другому если он будет проходить не по я сделал остановку прямо прямо в сердечко меня прям вот самое сердце и карус что же ты за человек ой как ступень ну ладно вал стрейфом я с тобой не разговариваю и карус понял он стопа был плюс две секунды почти ой какой одну секунду или две одну вся три был у него одну от стопу красава от стопа был почти отставал почти вообще прошел а md32 ран 2 между прочим а это очень даже многого стоит давайте посмотрим как он стопа был перебил ангел и карус а ангел имя которым гордо должен носить он опозорил просто своей демкой в q3 потому что его даже он стопа был перебил который играет неделю по моему вообще в дефрак двумя патрошками просто изи еще и ступеньки почти пропагал он вообще просто он сам был настолько красавчик вот вот человек поиграл а md32 ран 2 дошел до зеленой комнаты почти прошел зеленые пады почти карту вообще прошел щитой и посмотрите как он вырос как он просто а на 2 почти секунды полторы секунды просто и каруса бум все нет и каруса не в андетах нигде нет все ансапова добро пожаловать все 2 и 0 браки поп на 700 перебил ансапова играл он в онлайне с ретвером он скорее всего не знает какой ретвер но я бы постеснялся при ретвере так плохо прыгать но нифига роут ну не то чтобы роут не думаю что у него как всегда он так соскальзывал но он конечно скажет что всегда сейчас в чате там пишет куда дичь но его не слушать ну прыгать действительно хорошо без остановки пропрыгивает здесь соскальзывает ой с прыжком ну ладно с прыжком в принципе нормально нормально дверь конечно не совсем сразу открыл к сожалению в лесенке более-менее хорошо пропрыгал делает circle на этот высота надо было на высоту да я пытался туда вроде туда можно сразу ну ладно мы увидим все увидим попадает хорошо он джемпад и нишу да нормально хорошая демка топ-20 в онлайне очень даже очень даже ничего так онлайн у нас закончились поехали дальше это 0 человек это ранг все-таки на 5 перебил против опыта на полсекунды неплохое волстрей был но как-то низла ну ладно но он прицел прицел держит в основном в определенных моментах зону после халов бита держит прицел чуть ли не в середине сигаза на самом деле нужно держать ближе к центру ближе к внутреннему краю я имею ввиду то есть ближе к центру экрана здесь светло-зеленая полоска есть надо ближе к ней держаться ладно прошел прошел очень даже хорошо вообще косяков нету очень чисто прошел альмера перебила его на фрейм зафреймила андет альмера андет альмера почему она андет все еще потому что перебила и каруса который больше не андет вот почему она андет понятно и кстати говоря не знаю как к этому отнесется альмера но давайте мы все ее в комментариях поздравим с днем рождения у нее сегодня 17 июня в день премьеры если вдруг кто позже смотрит день рождения и исполняется целых 14 годиков будем думать что есть столько потому что она прямо красава вообще пожелаем и всего хорошего вообще и по и на джампады смотрите как прыгает да нормально и подарим ей хорошие теплые комментарии ей будет приятно а вам я думаю не сложно лишний прыжок к сожалению сделал лишний прыжок но даже несмотря на этот лишний прыжок чик она перебила и каруса который сделал не лишний прыжок а вот кое-что вот он не будем мы тыкать него что вот он сделал 55 перебил на секунду пус вот без клана пус до перебил казалось бы и каруса и альмеру а почему без клана потому что рамштайн вот и все вот и все зато модерн на ютубе не знаю зачем ну он функции наверно свои выполняют я надеюсь я не знаю что вам делать так попадал на край джампады все хорошо но я уже видите я начинаю нести хрень потому что реально я реально что-то буду устал уже она на цепь вам поподрее будет я надеюсь ну и в кутре начинаются хорошие демки попадает опять же на край джампада без остановок ну и правильно очень технично кстати упал дырку сделал там такой чертов стену да неплохо вкус неплохо придется сейчас здесь это не нормально попал на край джампады и до конца достойки вообще красавчик просто вы видели это просто красавчик так и next что там по уже топ-4 я это вырежу кианекс 49 8 привет кианекс очень рад тебя видеть океанексу кто хочет можете пожелать хорошего ремонта хорошего его завершения в комментариях опять же либо можете наставить 69 лайков тогда даже димону будет приятно акселу кианекс здесь хорошо кианекс красавчик кианекс у нас ливнул из андетов слот выку 3 свободен и карус его точно не займет на кианекс как-то потерял говорит смысл зачем и шел ну и ладно от этого мы его не перестали любить оборот мы стали вот интересный момент быстрее либо так с рампой проходить завязаю на ступеньки попадал тоже на край ну очень быстро 49 8 прямо ну очень быстро ну вот возможно не быстрее strongest попал в топ-3 топ-3 человек не играл 9 лет он не играл я на том обзоре сказал что он типа поигрывает 2010 но на стриме потом она проверка эти слова и сказал что он не играет с 2010 но я сказал что выглядит как будто играет он улыбнулся и мы все хорошо никто не друг другу морду не набил ну давайте посмотрим 49 и 7 третье место обогнал кианекса офигеть strongest просто жжет скорее всего кианекса не хватило просто времени чтобы нормально заточить ну а strongest не то чтобы он хуже играл но просто ну постарался лучше и поставил в последние вообще последние минуты пешком по моему лишнего немножко прошел но это ладно ну типа фрейм и фрейм и считаем фрейм и на тупых демка всегда считаем фрейм тоже без остановок пешочком дошел хорошо приземлился так почему момент а получилось кроссовый еще можно можно я же говорил вот она вот берем вам деды он дед строго стыка русла пусть фейк чемпионс там прыгает в дуэлях со своими вот этими стронгист вот он наш победитель вот но его энтер на целую секунду перебил но почти на секунду реально стронгист вообще красавчик очень круто прошел прямо был я причем я не за кого так не волновался только за тебя волнулись потому что за всех я их всех знаю есть за всех тип уверен уверен что и карус пришлет не очень демку уверен что пусть перебьет его потому что пусть хочет ван деды но рамштайн и ну реально короче красава спасибо большое что участвуешь еще раз я сегодня немножко это не сухи хрень поэтому да энтер второе место в кутри 48 9 блин ну как стронгиста просто из при джампа почему-то эндор делает почему может быть по чекам примерно так же ну давайте посмотрим чек первый сейчас будет так здесь волстрейфом плюс 16 ну нормально вот энтер типа взял чуть побыстрее этот момент он ходил меньше пешком но и на борт скорости у него более оптимальный потому что опыта больше в любом случае здесь быстрее как-то он спустился но это вот все фреймы фреймы а еще на ступеньках так застрял но здесь потом почти грубо говоря ground frame дальше продолжил прыгать в этом основной плюс я думаю если бы не застрял на этих ступеньках если вы все получилось он букета обогнал он бы обогнал кита блюда я под впечатлением до сих пор от строго места несмотря на то что такой разрыв на полторы секунды блин но я говорил я говорил что сап 50 это топ-5 в любом случае будет и он сделал сап 50 просто красавчик 48 едва кет первое место и его секрет тоже без при джампа у него помогут больше обычного трясется экран 1 из 7 до видим что сотку здесь отжал спустился медленнее чем enter по моему тоже в ступеньках застрял до что неужели здесь настолько не идеально типа пройдено все не устроен конечно офигеть он получается мог бы их всех перебить если бы я не знаю типа кажется на полторы секи разрыв офигеть ну а давайте посмотрим декса на самом деле декс сколько на 48 296 кит его перебил несмотря на то что декс выполнил все более и ступеньки прошел и догадить давайте посмотрим в тот момент я думаю это демка прямо с мирового чемпионата то есть это этой демке уже получается 12 лет в 2007 году был этот фвц 1 из 6 первый чек на сотку хуже чем у кета скорее всего декс играл в этот момент без цегаза тем более уж не было снапа тогда в то время медленно спустился по моему упал и вот здесь он очень просто супер быстро пропагал ступеньки и попал на край джампада и в конце до стрейфил ну типа где вот кет кет проиграл дексу на ступеньках полсекунды наверное делал на эти полсекунды достал еще чтобы перебить хоть и на пару фрейм я не знаю ребят просто не знаю все давайте перейдем в цпм утрешники все ребята могут и очки для вас держу так первая демка онлайн начинается 46 секунд после сотера сайт сотер я думаю энтер бы так прочитал поэтому сам релакс 57 минут опять напишут дневные комментарии что не пиши обзор один я бы с вами сейчас поссорился но не буду так снова залетел наверх сразу нормальным хорошим роутом такой нормально все хорошо улица единственное только как будто мышка по гравию у него есть или коврик не стирали 30 тысяч лет и он такой типа это и так сойдет я так привыкнет окно очень высокий сенс использовал джампад я на ступеньках можно заски миссию ну и тихонечко проходит 57 на неплохо неплохо радует одно что цпм демки они чуть быстрее 53 0 миллениум видим сразу что у миллениума сенс как минимум в 1 30 меньше так забыл джампа не залетал забыл джампа скорее всего не прочитал эту тему не потестил не узнал это бывает теперь ты знаешь больше миллениум забыл джампа также залетал никуда и залетал на джампа просто поворачивал здесь тоже очень много времени по идее сэкономил врезался к сожалению в дверях но ступеньки очень круто пропрыгал дальше про немножко сбился видимо у него спейсинг и пришлось таким вот путем проходить ну и из не долетает соответственно наверху вся три 0 нормально неплохо так джонни гитар кто кто все эти люди кто джонни гитар кейтер пилар стоп и 70 рус 70 рус по 71 тюмень в 80 не знаю так это бан сразу это это все красавчики это вообще непонятно кто-то кто вы все кто вы церва 6 джонни джон джонни джимми три куртки а тут джонни гитар а это сенат ёпта арта не очень нет так неплохо неплохо забыл джон неплохо без остановок всем красавчик так ай сажение вот здесь застопорился нет не по неизвязанной причине на самом деле но а уж вышел о делал там на был жам нифига нормально нормально хороший вариант я бы предложил носку принять меры для тех кто отсылает вот такие вот деньги потому что допустим мне смотреть демка которая записана на пофигу а я стараюсь не материться сегодня если вы обратили внимание типа мне допустим смотреть такую демку не интересно и я думаю никому не интересно смотреть такую демку человек который не старался и отправил у лекса больше старания чем в этой демке более чем уверен хоть она и быстрее типа дано 13 секунд но я я предлагаю если мы точно уверены что послана демка но пофигу я предлагаю давать минус рейтинг пишите свои комментарии я скорее всего спешусь и смотрю сейчас чат вместе с вами выживаю еще раз в этих демках в этом лесу демок так кейтер пилар может сейтер пилар извини если неправильно так считаем выше сатер пока что все 26 неплохая демка на самом деле вигда фраг босс моя моя кфг сэнс тоже видно хороший немножко не доводит до зону точнее не до зона до цигаза но это нормально это этого более чем даже нормально с дабл джампа тоже кстати залетел красавчик большой большой молодец а запись идет идет все хорошо уже час уже час и записи идет сверху так с остановкой строфил как не себя сейчас просто выплатил эту в эти плоды выплатил просто красавчик молодец дело также дабл джамп но не особо дабл джамп по ступеньках и пролетел все ступеньки без потери скорости и далее просто circle завершая прыгает на рампу и залетает нет не залетает к сожалению не залетать не знаю получалось и залетать но тем не менее днк очень даже ничего так римыч шоу ах надо было переименовать давайте потому что у меня открыта папкой хотя быстренько прямо быстренько переменую потому что я боюсь реально кого-нибудь пропустить даже если это будет про кип-оп человек которого я пропущу все равно но не то чтобы я сильно расстроюсь но это все равно нехорошо мы люди ответственные мы занимаемся этим уже второй год поэтому до сих пор не изобрели переименователь дэмок ну что мы ответственными мы делаем все ручкой и так там чешок гости был так вы смотрели сатер римыч 46 9 в обе физики отправил допустим вот за римыча мы знаем что римыч может лучше но мы также знаем что вы и вы че скорее всего просто не было времени хорошо и задрочить поэтому такие демки но не самые сильные которые то есть римыч мог лучше мы не будем давать за них минус рейтинг потому что это несправедливо что он все равно старался сколько мог а вот про кип-оп я не знаю но посудите сами я буду ждать вашего решения и носку об этом тоже скажу если мы точно знаем что демка записано на все равно я предлагаю давать минус оригинальности минус рейтинг какой-нибудь там минус уважение или значок минус уважение чтобы все видишься фу вот вов точно звучит минус уважение да какой-то письку куда подрисовать из очень круто пропрыгал еще залетел с рампы но с писька я погорячился конечно но в случае и этот падла я бы конечно целых две поставил так анемит плеер из канди хюлл непонятно откуда непонятно кто пол три секунды отрезал от римыча смотрим я постараюсь сейчас включиться на последнем дыхании и все он томми а это томми томми тебе наверное тебе по моему а в комментариях писали что дф-нейм надо там менять и я тебе еще раз покажу сейчас на обзоре так стрейф очень даже неплохой остановился что поближе подойти шариза 2 джамп хорошо главное не торопиться хорошо залетел замуж а по наверх из вот здесь вот поторопился здесь можно было на самом деле просто стеркла сделать обал джамп об этот об эту рампу снова вперед неплохо повернул очень много скорости на самом деле сохранил сделать видов он сожалению попал на рампу то врачу кнопка вперед также я тебе тогда рекомендую глядя на то как ты поворачиваешь кнопка вперед я тебе рекомендую посмотреть на нашем канале есть плейлист дефрак world там есть 10 стрейф карту или 15 стрейф карт и по ну-ка я типа какой-то подборка там 15 левка и там есть карты я там как раз объясняю ты их можешь прямо всех поиграть и там есть карта специально на повороты стрейфами а да там есть такая карта и можешь она жан курва называется что ли можешь ее поиграть а и изменить как изменить даймана и миканчу хиру заходишь дефракции туп заходишь в димас и здесь тебя плейерный пишешь свое имя это у тебя будет в демке если ты играешь в оффлайне будет у тебя вот это имя в демке всегда и player country пишешь здесь про кип-поп лох пишешь раша или откуда ты до родом компетишен стринг не обязательно это у нас просто показывает потом компетишен якобы на который ты присылаешь то есть мог бы написать там самеркам двадцать девятнадцать нос красавчик и у тебя в демке писала что нос красавчик 20-19 разобрался далее о чем вес по не переменят не берем не очень хорошо так лунтик сорта 5 и 1 он поиск как мы его называем среди своей банды а да еще если вдруг в чате сейчас кто-то будет из новичков я вам могу предложить вступить в дискорд где находится вот лунтик парки-поп там и карус я сижу там димон пути фрути ой без дабл джампа к сожалению не в нем не нашел видимо этот момент там все а вы вот эти сидят весь план вся команда и ну в общем то там всех новичков прямо берут и помогают им за что им огромное спасибо то и пообщаться там как бы себя можно экран кто же там да многие многие уже поэтому если вам интересно можете вступить мы вам обязательно поможем чем сможем но при этом напишите в чате сейчас премьеры там кто-нибудь скинет дискорд и очень хорошо пришел залетел еще с рамкой 4480 кубе не проект а как я устал разговаривать так неплохой стрейф на самом деле на самом-то деле неплохой стрейф так без выпрыгая с телепорта из-за вл джампом эту рампу здесь и да ну не самый плохой дабл джамп получился еще получилось повернуть без особых потерь нормально нормально хорошо и на рампу нет не увидел увидел что не попадает решил не рисковать потому что был хороший тайм молодец даже засейвил можно стать засейвил красавчик просто красавчик прокипоп просто красавчики прокипоп если чё это к разным людям окей да вот джамп получился плохо здесь завернул тоже плохо здесь тоже все плохо и здесь все плохо прокипоп у меня к тебе китайское предупреждение либо ты ведешь себя нормально присылаешь хорошие как обычно демки и не страдаешь херней с псом либо твой кредит доверия скоро кредит хорошего отношения к тебе будет но он почти уже исчерпан не дай себе утонуть братом потому что многие уже реально говорят про тебя не очень хорошо потому что вот потому что за базаром не следишь и вот это все давай аккуратнему не оступись 720 44 2 на полсе гиберил про кипоп и чем просто красавчик 720 2 7 2 10 ух на вид плеер просто мы теперь знаем кто такой один из за нами плеера и мало он записывая 720 она метров так стрейф хороший стрейф хороший на рампу хорошо попал так все неплохо пока что все неплохо без выпрыгая с телепортом ну да ладно так пришлось остановиться к сожалению серкало поворачивает хорошо кнопочкой d все хорошо так на а повернули так так на рампу попался лесенки перепрыгнул надо было залетать на верхнюю и срезать пару прыжков но нет все равно так тоже неплохо рампу на финиш хорошего джампа у сорок четыре два красава неплохо ночи даже ничего плюс соточку сделал это ранг тоже без при джампа как и многие кстати много верят что и карус говорил что при джамп он не особо там что-то меняет погоду но мне кажется что все но немножечко если речь идет о фреймах и кажется при джамп все-таки меня это вот так не получилось из игры потому что не было дабл джампа не было прыжка перед телепортом про телепорта я думал про тележамп и я тоже могу сделать видео я хочу вообще если кто не в курсе я хочу перри выпустить видео с монтажом коротко вообще по делу прямо вот записать про стрейф про плазму гб пророки я не буду говорить про углы там с плазмы как плазмить и так далее я буду говорить строго по вещам это стрейф там выку 3 стрейф плазма гб рокет гб типа халвбиты там всякие и вот эти вот телепорт и тележамп это же по всем этом гранаты я хочу все это перри выпустить новыми не очень длинными короткие короткими или даже пусть они будут длинными но строго по делу роликами поэтому это самое я не знаю не могу себя просто пока мотивировать именно начать этим заниматься мы что очень долго много времени заметно опять сценарий писать это все сорты 7 но имейте ввиду в общем то что у меня в планах это есть я где что реализую их в течение лета хотя бы шанзи сорта 7 спасибо за внимание я излил вам душу мне теперь легче так забыл джампом все хорошо на рампу попал очень много здесь потерял на рамке цпм можно пропрыгивать лесенки не теряя скорости бай финишировал неплохо 43 силе джен на 3 секундочки перебил так при джамп лучший при джамп в истории так залетел и без остановочек все ути какой-какой молодец молодец паш очень классно сделал и здесь дабл джамп и здесь завернул вот если еще вал стрейфом закончил бы очень-очень-очень крутая демка пашка молодец геймрок на 600 перебил чего был шором делали неплохой стрейф ну на самом деле здесь вот вот у геймрока основной минус в стрейфе в его в том что он долго переводит слева направо он реально долго это делает он теряет очень много времени которое он мог набирать скорость так с дабл джампом залетел сделал хороший дабл джамп еще просто стеркло молодец завернул на кнопочку а красавчик так открылась дверка здесь дабл джамп на ступеньках получился и здесь все хорошо повернул молодец молодец красавчик нормально хорошо вот единственные эти но и рекомендацию я тебя отправил надеюсь ты услышал алканой еще раз спасибо тебе за поддержку большое большое спасибо вообще всем также за поддержку в любом случае ваши все ваша поддержка очень мотивирует единственное что мотивирует ваша поддержка так хороший стрейф надо сервер пошел вулкан был чего вулкан ноет сервер именно свет вот это вот это так повернул не на стабл джамп не очень хорошо но далее нормально просто и почти почти залетел с левой стороны прикиньте если пункт сделает это такая жизнь была так мы здесь кнопкой вперед к сожалению повернул но нормально все вперед тоже получилось неплохо и в конце хорошо заметил 39 и три механик на 200 перебил вулкан но и эстонцы не такие уж и медленные как стереотипно привыкли считать окружающие очень хорошо прыгает прям очень очень хорошо механик тоже причем ворвался недавно в игру и очень-очень быстро это же демонстрирует я поговорю об этом с носом и он добавит скотландский флаг в дифра-кру и после этого капсина мы перезвоним к дифра-кру и DF-компс будет закрыть Я буду пробовать, как я предупреждал, я буду сказать вам что-то о твоей страфе. Доблджамп Итак, первая вещь Это Вы Доблджамп Доблджамп Это очень плохо для Добавить скорость на Стрэйф Это не критично На оружия Но на Стрэйф Это очень критично Как ошибка Это очень критично Так Так Это Я думаю Это Все Стрэйфы ОК Просто Это Вы можете Решить И Вам лучше Спасибо Спасибо за демо Ухала 187 Я надеюсь он понял Я старался Забей Стрэйф Не мое Ну Тем не менее Забей Не забей А ты старался Целых 20 минут Братан Все нормально Тоже Тоже Долго Жмет прыжок По идее Очень мало Скорости набирает Залетал Доблджампа Наверх Без остановок Тут все Пропрыгивал Все хорошо Хорошо На ступеньках Немножко потерял Но в целом Не особо критично И хорошо Финишировал Да Очень даже Ничего Если Харко Немножко Шарко в целом, очень хорошая страсть очень хорошая 2 джемпы на стажах да, да, хорошая я не знаю, я не знаю просто страйк harder, ок 21 неделя на DFC, как будто KFC да, но нет, это DFC но блин, DFC захотелось KFC это Лолипопа Лениус так, немножко промахнулся там в зону на повороте но ну не то чтобы но, но реально так так, в остальном неплохо балл стрейфом на рампу к сожалению не попал в конце которая вниз идет мог бы с нее поиметь еще скорость и возможно получил себе какой-нибудь минус джамп куда бедно Кошаков 38.5 хорош серку моделька интересно ммм так мазка не смотри так хороший стрейк на самом деле долетел по прямой и вообще нормально не использовал выборка с телепорта хороший дубл джамп на ступеньках с кнопкой вперед повернул но благо повернуть получилось но лучше конечно боковыми стрейфами такие повороты проходить это намного эффективнее в ммм 38.4 третий прыжок такие слабенькие все равно ну да ладно так стиль джампом без остановок по прямой нет не дожимает именно стороны ну как и многие просто здесь как-то явно бросается иногда прям вот некоторых моментов ключевых не нажимает именно до конца прыжка зону вот эту сторону цигаза из-за этого еще небольшой косяк но в целом очень даже чего вайландс 38.0 из узбекистана перебил дому на 400 а в узбекистане тоже есть фанаты мы это поняли а здесь без остановок но стрейф в целом похуже чему в ему объективно чуть-чуть похуже но видимо где-то где-то вот за фреймил где-то получилось получше у вайландса и бишь 37.9 динозавры атака атаки так хороший старт без джампа и стиль порта минус и походу мужам получился и стрейфами завернул все хорошо здесь тоже надо волжам хорошо попал в конце вот единственно мог еще в воздухе по стрейфить и сделал бы получше рек ну да ладно лицеметрия овенгер то есть и менеджер он же роде так хороший заворот правда потерял немного скорости там мог чуть чуть получше повернуть выпрыг тоже получился не самый хороший ой еще врезался не знаю на самом деле потратил ли он время непонятно как там триггер стоит но в конце то что он врезался возможно он потерял какую-то часть какую-то долю времени на секунду его перебил хитсу из латвии 3-6 и его пиццу латуси грозился на каком-то там после какого-то после первого раунда по моему он грозился он зашел на сервер грозился меня перебить на сити рокете если я ему дам дэнку я сказал что о сразу на второй залетел я сказал что нет братан бей так нафигеть на на второй ой грязался о соусу ри финиш швиц она майбит с вид оной вот рулингут джонфно руряной пусть 35 и 3 еще на секунду роста секунды просто секунды режут ребята вообще не щадят друг друга диагонально начинал прыгать чтобы сделать хороший здесь был джан хороший стрейк 1300 перед уже вообще очень-очень хорошей завернул мало очень скорости потерял с выпрыгом тоже до 2 этого пада тоже очень-очень классный выбор получился но он как бы такой типа полу выпрыг он как бы сильно тяжелый но не лучший здесь не самый хороший должен получился но там уж по спейсингу ничего не сделаешь нормально так шарлон 35 но опять же типа чувак отправил цпм демку нормальную а в кутре походу чисто для рейтинга я бы дал типа тупо минус рейтинг дал залезать за это и все мне вот его минуту там где он спотыкается типа не меня я думаю не вам посмотреть не очень приятно просто реально горит уже горит с этим рейтингом типа рейтинга другой череки то надо пресекать эту тему немножко хотя бы вот этим видно что чувак на халяву послал все минус рейтинг на тебе присылай норм демки либо не присылай лишь расслабись очень круто очень круто шарлон проходит шарлон шарлон you hear me hear me bro bro шарлон really nice demo man but vq3 sucks i will give you minus rate on your wiki free demo because we all know you just send it for rating okay i will так а я спойлернул немножко enter 34 8 не хватило скорее всего энтера времени нормально пройти либо не смог но стрейф как бы но мы все знаем что стрейфу энтера не самая сильная его часть взял выпрыг тоже как всем в целом как все исполнены хорошо но видите нет где-то тут типа там не дожал здесь все круто надо было ли там морда чем было средств и вряд ли демка то хорошая но блин еще где-то секула взять лоб так анклона анон нич и знаем мы кто это не узнаем или я каждый раз говорю что не знаю потому что популярными садрю а это же ты она митплеер а мы узнали кто второй нами плеер демон описываем анон анон нич то чтобы у нас появилась больше информации но так очень очень хорошо повернул стрейфик то хорошо так выпрыг так хороший тележин хороший выбор и прошеду уже лишнего не набирает хочется чистенько пройти все хорошо ну в конце немножко о еще выбираем время больше сделал но нормально нормально москаль фит варпак то есть варпак перебил москаля на москаль пишет фит варпак насколько я знаю насколько москаль нам объяснил они нашли этот роут с варпаком не знаю что за роут они вдруг нашли на карте на которой так все роуты на поверхности ну давайте посмотрим так 1300 хорошо очень хороший старт старт хорош так повернул хорошо так так бум так он мы видели волстрейф так волстрейф нашли волстрейф нашли в 2001 москаль если чё так так хороший поворот а еще волстрейф нашли внутри два волстрейфа нашли но нихуе очень 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 круто прошел перебил энтер думаю что очевидно что энтер мы точно типа ну ну возьмем место центра варпак а варпак и так вот это а почему у него нет надо и ладно не мы же не эти самые арпак 34 5 очень очень классная демка москаль реально красавчик тоже 1300 на рампе хорошо повернул я острый нашли волстрейф суды ребята роут ищут волстрейф находят волстрейфа найти надо ух это надо во первых стену вообще-то да найти это тебе не просто так тут волстрейф волстрейф что-то волстрейф никто не находит мы нашли волстрейф красавчики какие из 44 овч 4 место занимает прям вот к топ-3 мы уже подошли наконец-таки очень долго очень долго уже полтора часа ребята это просто не на урчалки хорош стрейф есть три на сотку хуже чем варпак вроде здесь немножко по-моему не под не подобрал вот спорный момент по воду как быстрее только одну дверь открывал ну и ладно и по делал на даблджамп от боковой и там над бортика это очень круто это круто то есть он спейсинг себе грубо говоря в любом случае спейсинг классный у него получается аксор третье место 34 4 ну вот этот роутов чатин он очень техничный это даблджамп от боковой штучки не то чтобы он сложный но он техничный так и зорного немножко перебил у него здесь получше прямо на пару фреймов получше потом здесь он добрал тоже скорости побольше тоже получается получше доблджамп взял раньше скорее сюда бутамп раньше быстрее будет тоже от боковой бортика дел тоже нашел волстрейф и карус 340 несмотря на то что ты здесь отправил на второе место и карус выку 3 я тебя всему пикну не надо не надо прислать такие демки мы либо не будем давать рейтинга вообще тогда либо будем минусовать за такую фигню ну что либо старайся либо не надо отправлять ты типа не надо быть эгоистом таким людям валютировать тоже лишнюю демку твой минутную вдруг ты там что-то двери у тебя открыты были передам руки джам где-то сделал со скриптом так мы повернул неплохо скорости нормально в принципе ну прошел типа даже это даже не выглядит быстро да то есть видно что просто чистенько аккуратненько везде хороший набор скорости все пройдем 33 9x 1 место поздравляем китайцы китайцы они такие name т.д. делал три джам через правую стерку много скорости здесь быстрее почти на сотку от овчаркина по моему и также не сделал этот выпрыг хороший хотя мне кажется это можно на тренинг типа я не знаю тоже бокового ну и здесь то же самое только он еще он еще себе фреймов отжал тем что он на рампу заходил немножко под наклоном то есть у него рампа срезала меньше скорости по траектории чем у того же и карусом так вес давайте посмотрим вес по 33 и 3 на целых 600 вес в 2007 году сделал быстрее без снапа между прочим знакомый при джамп раньше повернул здесь и вот он залетел и сразу на второй патт и в этом весь у него плюс на ступеньках сделал и здесь все по краешкам все красиво и здесь хороший дабл джамп ну просто просто кайф конечно им правы его потому что но очевидно что можно лучше очевидно он не добрал там не добрал тут так я предлагаю разобрать лесенки давайте посмотрим в таймскейле лесенки декса и посмотрим таймскейле потом телепорт телевыпрыг вес просто разберем но не то чтобы разберем но медленно очень посмотрим я попытаюсь на ходу прямо пояснить заодно еще раз насладимся этими демками а кстати декс проходил с обами потому что оба были разрешены но они стабильные с джампадов оба здесь он не сделал но у нас запрещены оба потому что все оба рандом блин я путем что я почему я пропустил так он съел 3 а потом там скил 0 3 на ней стиль из гетов rugл а вот про Open D Execrimc все так здесь сейчас будет и готов он конским тематур один такой так так ради отсюда смотрим смотрим очень много живет прыжок смотрим 2007 год смотрим 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 смотри смотри внимательно с кеме значит этот с кем тоже очень важно потому что он он вас немножко назад как бы отталкивает делать ground frame и здесь он в какой-то момент вот в этот перестает набирать скорость специально у него 690 скорости и как он заступом залетает на ступеньку делает буквально прыжок и заступает на следующую ступеньку и делает еще прыжок и в итоге вот он так пролетает это реально это делалось сделал точно точно то же самое сделать strongest но об ну скиллуха она как бы она должна быть во всем они в ступеньках и как говорится очень классно дайвка ну и давайте рассмотрим выпрыг вес по сервертайм кстати 184 минуты так и готов о выпрыг видели нам прыжок жал у него скорость вообще не росло аквами наноси то есть я набрал на земле 630 заступил на ту штуку и заступил на вторую штуку с 680 в итоге он заступил сделал прыжок и получился double jump у него на этой рампе благодаря которому он залетает сразу на второй изи скажите вы изи скажу я почему его не перевели потому что не изи скажем мы все и давайте досмотрим очень классная демка и здесь тоже по траектории он немножко в бок видите уходил и у него было с жампа за был джампа тысячи там стоун 30 что ли такие вот дела не захватывается у меня браузер поэтому я заскринил результаты добавил их в paint не знаю почему-то оба с обновился и больше не захватывается браузер поэтому будем смотреть так вот такие вот у нас дела такие рейтинге кен x получил минус 3 я бы вообще на самом деле забрал допустим у шарлона вот эти 10 и отдал их янексу чтобы него было 7 к примеру да ушел он тут еще три так у и а кстати и у и каруса надо забрать тоже минус а в нем и минус 9 отправил для рейтинга получил минус рейтинг карма карма существует а так целом все ребят все большие молодцы очень рад был видеть крызиалы чем делом я козел а вот взял он без флага потому что скотишь шотландского флага нету я носу сказал что он чтобы он его добавил на дефракру и он его добавит на дефракру очень рад видеть вот этих ребят из рефлекса спасибо им огромное что нас поддерживают ну и большие молодцы все ксас занял первое место на этой карте кет первое оверролл результаты я не заскринил почему-то поэтому давайте я вам сейчас их таблицы покажу ну давайте возьмем типа тут вот столько-то сколько у меня власть enter значит пока что все еще у нас это у нас cpm все еще enter у нас держится на первом месте ему в спину практически дышит зорн а зорну в спину дышит варпак а варпаку в дышу в дышу спинит спус а хитсу говорит что перебьет меня носить уроки и занимают пока что жестое место по низам он как-то на серьезе так типа дай в дымку я тебя перебью я перебью тебя это говорю дымку недавно ты перебьешь нет дымку давай я перебью игры нет марта так не пойдет дымку я дал не только лишь все как говорится могут это делать но его q3 enter по-прежнему 1 про кип-оп не то что ему совсем спину дышал 100 очков разница так что я думаю enter может под расслабиться кет отправил только на предыдущие два раунда то есть на второй и третий поэтому но в любом случае не за ним не займет что-то из верхних мест стронг из тоже первый к сожалению пропустил вот обидно он мог бы так тогда он бы вполне мне кажется мог бы побороться за какой-то вот из топов даже он сервус получается 4 занимает очень ну прям нормально стронг из очень жаль к я бы знаешь типа я бы так хотя бы не знаю вот гопер больше не играть я бы у гопера взял 970 и к строге столбал игре ухаживаться прям за руб его ну да ладно зарубы не будет понятно что enter скорее всего займет первое место везде если на этом рокетране который сейчас идет четвертый раунд последний не покажет себя еще если покажет прочая запутался плана не важно зачем я заклю я не знаю но вот он дефраг все ребят всем большое спасибо всем удачи всем пока и не забывайте стараться лучше